Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка полезных советов, хитростей и простых самоделок на все случаи жизни. Присаживайтесь поудобней, погнали! Первая полезная и простая самоделка из брусочков. Нужно маленький отрезок соединить с большим, как на видео. Делать я это буду суперклеем. Кстати, если просто капнуть клей на деревянные детали и пытаться их быстро склеить, то скорее всего ничего не получится. Для эффекта мгновенного склеивания необходимо намочить обе детали. Тогда клей схватывается, моментально кристаллизуясь. Это существенно упростит и ускорит такую работу, например, если есть задача зафиксировать заготовки для последующего финишного крепления. Так вот, на противоположной стороне от склеиваемого места для наглядности я намотал немного изоленты. Самоделка готова и вот для чего она нужна. Приходится иногда на торцовке пилить маленькие детали. Делать это без такой приспособок крайне опасно. Поэтому лучше сделать что-то подобное за пару минут и не рисковать. Для следующей самоделки понадобится пару брусков произвольной длины. Далее к торцам брусков прикручиваем петлю. Но если нет петли, можно использовать небольшой кусок плотного материала. Например, ремня. Теперь бруски зажимаем в тиски и сверлим отверстие ближе к петле. Самоделка готова. Вот для чего она нужна. Иногда приходится просверлить отверстие в торце бруска или цилиндрической заготовки. Сделать это отверстие перпендикулярно, быстро и удобно не получается даже на сверлильном станке. А с этой приспособой это можно сделать. В своих роликах я использую разные инструменты. Как профессиональные, так и любительские. Но меня чаще спрашивают, где купить по доступной цене, но надежные инструменты для домашнего использования. Есть хороший вариант. Все давно уже привыкли закупаться на маркетплейсах. А тут появился новый бренд Нокарт. Его можно эксклюзивно купить только на Яндекс.Маркете. Инструмент круто выглядит и имеет лучшее соотношение цены и качества. У линейки представлены шуруповерты и УШМ с разными техническими характеристиками. Перфораторы появятся в течение месяца. Так что те, кто интересуется покупкой доступного и функционального инструмента для дома, переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Иногда пластик трескается, и его надо запаять. Сделать это можно паяльником. Вытаскиваем жало, и на его место у меня отлично и плотно подошел кровельный саморез 5,5 мм в диаметре. Далее включаем и греем. Впаивать удобно маленькие шайбочки. Вот такой простой способ. Можно предварительно пластик склеить суперклеем и усилить шайбами. Иногда нужно что-то спилить в труднодоступном месте, в котором ножовкой или пилой не подлезть. Вот вам простой совет. Берем пилку по металлу и ставим ее вместо лезвия канцелярского ножа. Получается компактная пилка по металлу. В одном из предыдущих роликов я делал накладки на губки тисков из фанеры, для того чтобы можно было фиксировать деревянные заготовки, не портия их внешний вид, или зажимать шпильки, не испортив на них резьбу. Чтобы не заморачиваться, можно использовать как аналог вот такой утеплитель для труб. Режем пару штук по ширине тисков. Далее режем вдоль. И вот получились простые и быстрые в изготовлении накладки. Работают почти так же, как и деревянные, только менее долговечно. Друзья, вот такая небольшая, но, надеюсь, полезная подборка советов хитростей и простых самоделок сегодня получилась. Надеюсь, вы для себя взяли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки, а в комментах напишите, что из советов или приспособлений понравилось больше. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем до новых встреч!